Доброе утро! Хотелось бы признаться, когда был маленьким, во дворе с помощью маркера на балконах, на стене, рисовал всегда разные рисунки и считал, что это искусство. Уличное искусство, да? Именно о нем мы сейчас поговорим. Алексей Шахов у нас в гостях, журналист, экскурсовод, исследователь стрит-арта. А еще сегодня у нас тема «Самый лучший город на Земле». Алексей, какой, по вашему мнению, самый лучший город на Земле? Сызрань. Неплохо. Чем вас Сызрань привлекает? Ну, там до сих пор концерты Малежика идут. А, все, я понял. Это главная достопримечательность. Но это не стрит-арт все-таки, Малежик это «но нет». А вас мы пригласили именно потому, что вы можете нам поведать. Можно ли назвать Екатеринбург вообще столицей стрит-арта, скажите? Слушайте, я свято верил в эту теорию лет 8, но сейчас я как-то начинаю сомневаться. Почему? Столица стрит-арта. Я бы сказал, что это классное слово, как туристическая фишка, как гостей привлечь. В этом году же действительно столько фестивалей у личного искусства в одно время прошло. Или мне кажется, что в этом году больше, чем обычно? В этом году больше, конечно, безусловно. Прошло и... Стенография. Стенография. Карт-бланш. Карт-бланш, паблик-карт-феста, фестиваль Чо. Впервые прошел фестиваль паблик-карта. И вот все говорят 4. Я считаю, что 5. Еще вот скоро-скоро нас ждет фестиваль «Не темно». Фестиваль светового искусства, он тоже, я считаю, в какой-то мере стрит-арта. Опять в лесу где-то. Я все ноги отморозил в прошлый раз. В прошлом году все это сделали, но было великолепно. Об этом, возможно, успеем тоже поговорить, либо в следующий раз придете и расскажете. А вот сейчас, которые маршруты проложены, у нас ведь есть специальные линии, да? Ну, одного из фестивалей, например. Да, 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 стенография классно провела линию. И если по ним пойти, то много ли работ возможно еще найти? Или все-таки их как-то немножечко убирают потихоньку? Нет, остается? Если пойти по линии стенографии, все работы навесить. Вообще все работы стенографии сохраняются. Насколько я знаю, фестиваль сейчас вообще думает о том, как сохранять свою работу. Как сохранять, как восстанавливать и так далее. Но это очень много обсуждений, поэтому до дела пока не дошло. Обсуждений с кем? Внутри группы фестиваля. Как сохранять, как восстанавливать. Хорошо, а с городом вы как это все обсуждаете, согласовываете? Насколько город вас поддерживает? Лоялен ли вообще город к этому направлению? Тритарта. А вы сказали нас. Я не работник фестиваля стенографии. Все-таки? Нет, вы сказали, что вы командой обсуждаете. Нет, в команде обсуждают. Я уже вне. Я уже вне. Да, но... Но секрет это получается, что известно. Ну, конечно. Это обсуждение. Конечно, конечно, конечно. Поэтому ждем. Ну, знаете, я не работаю в администрации Екатеринбурга, но инсайду все равно я знаю некоторые. Ну и лоялен ли город? Город лоялен. Город лоялен. Ну, знаете, даже если не на уровне власти говорить. Вот на уровне горожан город ультра лоялен. Я не знаю. На фестивале карт-бланш как-то появилась работа про телевизор и балет. Пусть каждый там сам додумает, о чем она. Немножко провокационная. Так вот, эта работа держится полтора года. А во дворе жители не против, никто не закрашивает. И аналогичную работу этот же художник выполнил в Москве. Она продержалась два дня. Ее тут же закрасили. Ну, а те люди, которые выходили с кисточками, красками, помогали восстанавливать работу по краслам паса. Прекрасно. Тоже ведь это говорит о том, что людям это нравится, искусство уличное. И оно радует глаз, когда идешь и видишь на сером, например, доме яркую картину. Что-то прелестно. Нет, слушайте, да, горожане достаточно приветливо относятся к этому, ко всему. Хотя сейчас, вот прямо сейчас в чате с художниками обсуждали, появляются молодые ребята, которые делают обратное движение. Я не знаю, видимо, они не могут самовыразиться. И поэтому придумывают закрашивать рисунки. Кто-то считает, что вот у меня очень популярны на экскурсиях, на маршрутах вопрос. Я вожу маршруты по стрит-арту. Не надоело ли в городе, не слишком ли много стало уличного искусства? Я не знаю, может... Это вопрос от вас к... Нет, нет, это от публики. Есть запрос, ну, запрос два-три вопроса было, два-три раза. Но все же, я пару раз встретил, уже совпадение. И кто же чаще ходит на экскурсии? Бабушки ходят? Ходят, ходят, не поверьте, бабушки – самая энергичная публика. То есть бабушки, которые приходят на экскурсии, им прям надо доказать, что они еще не бабушки, они быстрее. Есть еще порох в пороховницах. Да, да-да-да, это самое любопытное, самое заинтересованное, самое главное, самое быстро шевелящее ногами публика. Я очень быстро хожу, мне сказали, что я экскурсовод, который убегает от своей группы. Ваши топ-5 объектов, которые стоит посидеть. Господи! Это же модно сейчас составлять все рейтинги. Вот любимые такие точки, прям, которые, вот, приходите и все прям, а я и не знал, вот, Букашкин, что нарисовал. Ну, мне кажется… А от Букашкина ничего, что не осталось в городе? Ну, уже все. Трушного, к сожалению. Топ-5 точек, я так понимаю, вы про стрит-арт, да, говорите? Да. Ну, да. Блин. У вас тут есть авторские маршруты? Конечно, я их все люблю. Я, вот, вы как любимого ребенка меня просите назвать, вот как? Нет, мне кажется, как это происходит, понятно, что любимых больше, чем 5, но какие первые приходят в голову? Наверное, они как-то самые запомнившиеся. Ну, как одно что-нибудь. Не, ну, слушайте, просто… Наверное, большие какие-то работы, они сразу бросаются в глаза, нет? Ну, я вот не знаю, просто, знаете, есть работы, на которых вот такие вот истории, но ты придешь, и ты их не всегда видишь. То есть, допустим, на улице Попова есть нейронный арт, фестиваль стенография, арт, который сделал компьютеры, которые нарисовали с помощью робота. Но без этой-то истории он как бы не смотрится так уж прямо. Ну, вы-то эту историю знаете? Я-то знаю. Поэтому мы поняли номер один в вашем рейтинге. Может быть, но я бы назвал, на самом деле, некоторые работы Карбланша. Например, вот, я вспомнил, что бы я вообще поставил на одной из первых. Ура! Место-то Игорь Понусов, работа «Приоткрываю железный занавес». Называется… Игорь Понусов очень много выражается, знаете, там на тему проблем городских, проблем городского благоустройства. Потому что города, все всегда, знаете, у нас очень любят заборы ставить, все любят свои дворы отгораживать, потом внутри них еще дворики отгораживать заборами. Не пройдешь просто иногда пешком, если идти. Ну да, да-да-да. То есть он выступил с заявлением, что мы все боимся железного занавеса из книг антиутопичных, но между тем сами себе строим эти железные занавесы просто всюду. И сделал работу «Приоткрываю железный занавес». Сделал на окно. Это была согласованная работа, не то, чтобы ты просыпаешься, тебе мужик новую решетку монтирует. Раздвинутая. Да-да-да-да. Там металлическая такая занавеска, да, и она как будто раздвинутая. Кому принадлежит эта квартира, в которой решетка на первом этаже, все по правилам, она раздвинута. Ну, это просто желез, с которым договорились. Да, с ним договорились, но... У него на остальных окнах стоят решетки или нет? Нет, нет-нет-нет, на остальных окнах нет решеток. А где это находится, чтобы... Ограбить, я понял. Конечно. Окна без решеток, первый этаж, сразу все. Это ведь работа. То есть Екатеринбург согласился пожертвовать своим видом из окна ради вот такого искусства, да? Ну, там, если честно, въезд, там вид не особо был живописный. Так что... Ничего страшного. Мне, судя по фасаду дома, это напоминает улицу Горького, какую-нибудь Пушкину. Семен знает, по-моему, все дома, которые... А вот поищите, сейчас очень много художников делают такие игры. Они у себя публикуют в сторис место, где работу свою разместили, холст, и немножко фотографии этого места, типа, найдите, где она, нашли, холст ваш. Ой, я так же, я так же сейчас выкладываю, на самом деле, здание нашего города, и мне прям многие стали писать, что теперь мы обращаем внимание на здания, мимо которых мы тысячу раз проходили. Так что вот, вот, обмен опытом. Сейчас, как насчет экскурсий, ну, я имею в виду погода, конечно же. Возможно ли сейчас они будут продолжаться или нет? До какого момента? Смотрите, я объявил, что в эти выходные закрываю сезон, потому что в следующие выходные улетаю в Санкт-Петербург на форум стрит-арта. Мы слышали, там 5000 билетов до обратной, пожить 4 дня можно. Нам гость приходил как раз... Рассказывал, так что мы тоже все уже собираемся. Мы все приходим сюда продавать Санкт-Петербург и рассказывать, что любим Екатеринбург. Едете в Санкт-Петербург, да все-таки вы закрываете маршрут или нет свои? Нет, 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 нет. Сейчас я адаптирую. Развеяли все. Сейчас я адаптирую. В прошлый год показал, что люди готовы были гулять в разную погоду. Сейчас я адаптирую, чтобы у нас была часть лекционная какая-то, внутри здания, внутри кафешечки с кофе, в тепленькой обстановочке. То есть мы час прогулки, час в заведении, возможно, с какими-то перерывами. Так что такое тоже вполне возможно. Сейчас я вообще буду учить некоторым видам арта, в которых сам выступаю, потому что я тоже немножечко художник. Алексей Шахов у нас в гостях. Спасибо большое. Не только журналист, экскурсовод и исследователь стрит-арта, а еще и, как он говорит, немножечко художник. Алексей, спасибо вам большое. Спасибо. И это повод не засиживаться дома, а отправиться и посмотреть все-таки все работы нашей стрит-арта, прогуляться, но и не просто так, потому что за здоровьем нужно следить. Сидячий образ жизни вас до хорошего, до добра не доведет. Мельница заблуждений. Продолжение следует...